МВД предложили штрафовать родителей, несовершеннолетние дети которых курят. Ух ты, вот это я понимаю, что-то свеженькое. Причем, обратите внимание, штрафовать предлагают не учителей в школах, где ребенок проводит большую часть времени, не участковых полицейских, которые, вот кто-нибудь из вас хоть раз видел своего участкового, вот и я не видел, а он есть. Блин, прав оказался Потапенко, теперь мы с вами стали для элит той самой нефтью, а попросту дойной коровой, с которой можно тянуть не меньше, чем из нефтяной скважины, и это уже реальность. Напомню, что с 1 октября по инициативе МЧС ужесточились правила для курящих взрослых. Если вы вышли подымить на балкон, например, в своей собственной квартире, и кому-то вдруг показалось, что это небезопасно, придется раскошелиться на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, типа открытое использование огня может привести к пожару. Слушайте, а ничего, что у меня и еще у миллионов россиян на кухнях установлены газовые плиты? А ничего, что до 40% населенных пунктов в нашей стране не газифицированы, там нет центрального отопления? Люди вынуждены греться посредством простой русской печи. И что с этим делать? Ну и третий момент, а у нас же народ-то очень дружелюбный в основном, каждый пятый, если не второй, мечтает напакостить соседу, и вот теперь самое интересное, вышел я такой на балкон, курю, а тут сосед, который зуб на меня точит, опа, а ну-ка нажалуюсь я в полицию. Представляете, сколько таких доброжелателей по 0-2 ежедневно звонить начнут, а полиционеры обязаны реагировать, и вот вместо того, чтобы ловить настоящих преступников, ребятам придется по таким вызовам кататься, чаще, понятно, в холостую, а упырей в это время будут женщин наших на улицах насиловать, прохожих грабить, машины угонять, браво! И спасибо за такой нужный закон. Начинаем! Внимание! Информация для жителей Екатеринбурга. В воскресенье 13 октября состоится голосование по строительству того самого храма, храма Святой Екатерины. Голосование будет проводиться по принципу выборов депутатов, мэра, губернатора. Организации занимаются избиркомы, в СМИ очень мало информации по этому поводу, подозревая власти, пытаются сделать данный процесс как можно более незаметным, дабы получить в итоге под строительство более выгодную для себя площадку, если вам не безразлична судьба города. Не поленитесь, придите и проголосуйте. Подробная информация, где и как это можно сделать на сайте Екатеринбург.РФ, а также внизу в описании к этому видео. Ну и раз продойных коров уже начали, слушайте, а история с нашими оппозиционерами, фигурантами так называемого московского дела, это вообще анекдот тысячелетия? На Навального сотоварища за два несанкционированных митинга минувшим летом в столице 18 миллионов в качестве штрафов повесили? Можно глупый вопрос. С какого потолка наши депутаты и чиновники такие цифры берут? Штраф, налагаемый на человека, должен быть ну хотя бы соизмерим с его доходом. У нас минимальный размер оплаты труда по стране 11 тысяч, средняя пенсия 14, средняя зарплата даже по лживому Росстату 45, а за участие в митинге человека штрафуют на 150, на 200 тысяч. Братву Навального, он вообще на 18 лямов. Где они должны взять такие деньги? На большую дорогу выйти? А самый комичный и адский иск против нас подал ресторан Армения. Они на полном серьезе. Они требовали с нас 500 тысяч, но отсудили в итоге 250 тысяч буквально с такой аргументацией. То есть вот на суде это было вчера. Они пришли и сказали, вы знаете, тут вот из-за митингов нам пришлось закрыть наш ресторан. На вопрос адвоката, а зачем вы его закрыли? Остальные-то рестораны не закрылись. Они сказали, ну это не важно. Нам пришлось закрыть, а все дело в том, что у нас средний гость съедает 4 килограмма мяса. 4 килограмма мяса? Удивились все. А ситуация в данном случае действительно комичная. Ну, во-первых, съесть 4 килограмма мяса невозможно в принципе. Во-вторых, речь идет о митинге, который прошел 27 июля. На улице тогда стояла 30-ти градусная жара. Это был выходной день. Внимание, вопрос. Вы летом на уикенде где мясо? Шашлык в смысле предпочитаете поесть в ресторане или все-таки на природе, на берегу речки там или озера? Господа, вам любой ресторатор скажет, лето это мертвый сезон, особенно в таком городе, как Москва, где половина приезжие, вроде меня, которые разъезжаются по домам, все остальные в отпусках. А какой утраченной выгоде в полмиллиона лопотали владельцы того кабака? Кому вы парите мозги? Впрочем, там ведь еще более идиотский иск имеется. Московский метрополитен тоже, оказывается, понес какие-то убытки из-за митингующих. Вот тут я даже не знаю, как он и окомментировать, каким образом митингующие на улице наверху могли помешать движениям поездов под землей. В моем личном рейтинге абсурда эта история могла бы занять одну из верхних строчек. Вот только то, что я вам поведаю дальше, там вообще полный привет. Это реальная журналистика, нас стригут, а мы крепчаем в темах сегодняшнего выпуска. Поехали! Я поначалу подумал, что это шутка, потом пересмотрел еще раз данное кино, сейчас вы его увидите, и чуть в осадок не выпал. Видео, впрочем, старенькое, не первые свежести, однако в сегодняшних реалиях оно как и никогда актуально и даже пугает определенным образом. Я как представлю, что сегодня в данную минуту сразу в нескольких городах нашей страны могут проходить аналогичные учения. Впрочем, смотрите и пытайтесь проникнуться. В Златоусте силовики отработали действия при массовых беспорядках. По легенде учений в транспортном цехе Златоуста началась забастовка рабочих, которым несколько месяцев не выплачивали зарплату. Зачинщики парализовали работу предприятия, подожгли покрышки и построили баррикаду. В страже правопорядка полетели камни и палки. Представители силовых ведомств действовали строго по инструкции, оцепили территорию, отсекли нарушителей от главной дороги и начали переговоры. После того, как диалог не задался и разозленные рабочие зажгли еще один факел из строительного мусора, в отделе МВД решили провести силовую операцию. Пожарные потушили горящие покрышки, их прикрывали сотрудники полиции в защитном снаряжении. Чтобы разогнать митингующих, специалисты подорвали шумовой заряд и перешли в наступление. Зачинщиков скрутили через несколько минут. Вы вообще поняли, о чем речь? Вводная, которая дана сотрудникам полиции. На предприятии несколько месяцев не платят зарплату, что само по себе является грубейшим нарушением законодательства. Понятно, что у людей в такой ситуации могут сдать нервы, и они пойдут защищаться. В данном случае, по легенде, посредством забастовки. Так вот, на что в этой ситуации натренировывают полицейских? Нет, чтобы за людей заступиться, которым денег не заплатили, права которых, повторяюсь, ущемляются. Нет! Сотрудников МВД натаскивают на силовое подавление протеста. Работа проведена большая. Задействован весь гарнизон, плюс силовые структуры МЧС. Это ж в какой замечательной стране мы живем. Что ж у нас за демократия такая, если бы в эфире государственного телеканала нам показывают, как представители власти, а полицейские это представители власти, натаскивают охранять преступников. И я не оговорился сейчас, потому что тот, кто не платит деньги своим работникам, он преступник. И место такого человека в тюрьме, как там хотите, как в 90-е, я немножко застал те 90-е, так вот я не помню. Чтобы тогда сотрудников милиции, смежных и ведомств привлекали к масштабным мучениям по защите бандитов, да еще и по ящику, чтобы об этом рассказали, у меня сейчас взрыв мозга просто случится. Они там белины объелись. Для тех, кто не в курсе, что такое белина, это ядовитая трава, от которой люди дуреют, а иногда умирают. А тем временем сенаторы Клиша, Сбокова и еще несколько их одаренных товарищей продолжают бороться с витряными мельницами в интернете. Тратя, впрочем, на эти витряные мельницы вполне себе реальные миллиарды налогоплательщиков, нередко впустую. Но мы же помним, как Клишас и компания воевали с мессенджерами, в частности с телеграммом. Что из этого вышло? А ничего. Кучу денег ухнули и привет. Потом у ребятишек возникла идея создать автономный рунет. Сюрпризы начнут появляться уже в ноябре. Хотя, что-то мне подсказывает, будет примерно та же история, что и с мессенджерами. Теперь вот за электронную почту чудики эти принялись. Слушайте, им-то заняться больше нечем. Проблемы в стране закончились, деньги девать некуда. Я вон в прошлом выпуске рассказывал о школьнице, которая умерла минувшим летом в Перми от голода. Вдумайтесь, от голода ребенок умер. Война 75 лет назад закончилась. Лихие 90-е прошли, когда я еще тинейджером был. А у нас дети от голода умирают. Вот чем должны озаботиться в Совете Федерации, в Госдуме, в правительстве. Это ЧП, потому что которое бросает тень на всю Россию. А они сидят и придумывают, в какой бы еще бесполезный проект несколько десятков миллиардов вломить. Медиафабрики какие-то создают с красивыми названиями, типа патриот. А чем эти патриоты с медиафабрик занимаются? Ненависть в людях разжигают друг к другу. Взяли бы лучше, да накормили на эти деньги голодных соотечественников. Старикам бы нищим помогли, вот это было бы по-настоящему. Патриотическим поступкам, а спускать баснословные суммы в унитаз. Я даже не знаю, как это назвать-то. Все, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-канал сверху, в соцсетях тоже жду. Подписывайтесь, в друзья добавляйтесь. Темы предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.